Ну и всем приветствия. Так, ну, посмотрим, что там за дверью. Что за... Что это было? Норма, парень. Для тебя это норма была. Не надо закрывать. Я просил проверить, что за дверца. И хватит включать фонарик, когда они просят. Да-да. Даже проголядывает, что тут за креселка. Какого чёрта? Эй! Выпустите меня! Детектив Костеланос. Какая приятная неожиданность. С возвращением. Снова вы? Как вы сюда попали? Я могу задать вам тот же вопрос. В любом случае, приятно заглянуть в знакомые глаза. Даже если эти глаза слишком много повидали. У вас усталый вид, детектив. Надеюсь, я смогу вернуть вас в норму. Совсем как раньше. Надеюсь, улучшение стойкости и ловкости. Для улучшения восстановления. Скрытность. Бой. Здоровье. Хм. Прям даже не знаю. Вроде и бои нужны. По скрытности в теории. Желательно, наверное, действовать. Так, что вот это, допустим? Быстрее от состояния 100-150. Это скорость восстановления, типа? Ну, в любом случае, недоступно. Атолитизм. Максимальный показатель выносливости. Шанс автоматически уклониться от атаки, которая привела бы к урону. Есть против определенных атак. Наверное, ключевых противников. Ну, или еще что-нибудь. Ага, то есть тут еще будет какой-то особый мозговый жидкость. Вот это, наверное, было бы попрактичнее. Но, опять же, у нас ни на что это нету жидкостей мозговых у этого парня. Ну, здоровье, думаю, и так все достаточно понятно. Хотя, ну, какие-то медальки. Если вражеская атака носит урон, который мог бы вас убить, то вы стискиваете зубы и выживаете с очень небольшим запасом здоровья. Повышает вы порог, позволяя остаться живых после вражеской атака, которая должна была бы вас убить. А чем отличается? Или, типа, вот это дает еще второй шанс после первого шанса. Замечательное пояснение. Ага, вот это общее восстановление. 100, 110, 125. Очень, очень круто. Прям, вау. Сколько раз нас это спасет, если прокачаем? Так, скрытность. Угу. От захвата на 5. Из-за угла и укрытия. Любопытно. Быстрее передвигаться на корточках. Еще быстрее на корточках. Да, уж сократить дистанцию. А, шума шагов. Не сразу прочел. Корректно. Любопытно. Но даже не знаю. И бой. Дрожание прицела. Атака в режиме боя. Больше урона. Еще больше урона. Отбрасывается оглушенных врагов. Ну, вообще-то, если мы врага оглушили, он и так, вроде бы, не должен быть опасен. Отдача. В течение определенного времени пристреливаю урон от каждого последнего попадания увеличивается. Эффект прерывается, когда заканчивается время или боеприпаса. Очень интересно. Короче, нас зачем-то пустили в то время, как нам ничего не дали. Мы, в принципе, ничего не можем улучшить. Идеальное подведение. То есть, ну, в адекватной ситуации, в смысле, они могли бы нам, не знаю, еще что-нибудь подкинуть, чтобы... Ну, и хоть что-то изучить. Ну, а что тут фигня? Я не понимаю. Это место... Вы совсем как в маяке. Но ведь... Но ведь это не маяк. Это юниор. Правда? Здесь все такое знакомое. Эти стены, этот стул, вы... Для меня будто совершенно ничего не изменилось. Так, ладно, а как отсюда выбраться? А. Ну, вот я говорю, могли бы хоть гель вот подкинуть вот где-нибудь здесь по пути, чтобы нам хоть на что-то хватило? А то фигня какая-то. Привели, показали, а все равно же нельзя ничего сделать. Зачем оно вообще нужно тогда? Тем же, как и могли привести, не знаю, еще через час геймплей, когда мы там сами бы набили себе геля. Как выйти отсюда? А, ну да. Забыл же, что тут лежит. Так. Врагов не видно, вот здесь вот что-то есть. btr арбалет и вот отчета сигнал какой-то но в принципе туда и потопаем 1 рассмотрим смогу ли я поймать нужный сигнал или нет и мы лучше вооружены или будем крышка их слишком много хватит ныть джеймс мы бывали в переделках похлеще и мы лучше вооружены или будем когда доберемся до припасов пошли это и есть сигнал о котором говорила не хватит ныть джеймс мы бывали переделках похлеще а блин опять микрофон брыгал какого черта если так пойдет дальше от юниона скоро ничего не останется нужно найти тот сигнал можно шли какой-то сигнал да и мы так чем убить я уже забыл нет шкафчик процедурном кабинете опять ну ладно здесь еще более менее оправдан то что мы будем лазить и выискивать так стоп этот активен просто ну бездействует он и и и и и и и и и Хм, я не знаю, если он обратно пойдёт Да куда ты побежал-то, а? Вол, вол, просадочки Зачем надо было так делать, а? Да я вам несколько преследовать, чтобы догнать и перебить по стелсу, а? Ай, дейте тут нахрен Ай, дейте тут нахрен Ай, дейте тут нахрен Вставай Не, ну у неё же глаза светятся Угу В другую сторону Там зелёный круг Зелёную Ага Мира 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 Продолжение следует... Блин, не ориентируюсь я в этой фигне пока что. Продолжение следует... Ну, давай разворачивайся. Если весь дальнейший геймплей вот так вот будет проходить, это, конечно, затянется. Продолжение следует... Так, больше здесь никого? Ох ты ж, винтовка. Недаром поднялись. Правда, лучше это... Аккуратненько. А то вдруг внизу засекут. Тут понабегут. Кто знает, может они умеют призывать подмогу. Патронные. Угу. Журнал и коммуникаторы. Запчасти. Журнал в коммуникаторе. Китинг. Мы на крыше здания, рядом с туристическим центром. У меня на снайперской винтовке барабан вдребезги. Срочно нужна замена. Макой. В старая напротив автомастерской и не он и есть запчасти. Только если... А, только это на северо-западном конце города. Да это уже... Да это же... Да это же у самого разлома. Ты что, спятил? Мне плевать, где они. Принесите их мне, пока сюда наверх не добрылись эти травы. Твари. Черт возьми, почему у меня всегда достается самое опасное? Запчасти и... Точки мебиуса. Неисправная снайперская винтовка. А, то есть вот так вот. Ну, замечательно. Мы нашли неисправную винтовку. А взять ее можем? Неисправная снайперская винтовка. Это барабаном называют. Вот то, что вот разворотило. Окей. Корпус этой снайперской винтовки сильно поврежден. При наличии нужной детали винтовку можно починить. Но предыдущий владельец, увы, не может подсказать, где их найти. Вообще-то подсказал. Ствол поврежден, но остальное вроде цело. Найти бы детали для ее починки. Он сказал, что какая-то автомастерская. Но мы не знаем, где это. Продолжение следует... Так, ладно, мы где-то здесь как раз-таки выходили. Вроде бы никого. О, живой? Ну, относительно. Боже, прости мне мои грехи. Боже, прости мне мои грехи. Боже, прости меня. О, Господи, умоляю. Я согрешил, но только не это. Умоляю я. Боже, прости меня, мои грехи. Боже, прости меня. Боже, пожалуйста, умоляю, Господи, прости меня. Здрасте. Боже, прости меня. Все нормально? Боже, прости меня. Боже, умоляю тебя. Боже, умоляю тебя. Боже, умоляю тебя. Общение о врагах. Общение глаза в верхней части экрана. Когда враг убеждается о вашем присутствии, глаз полностью открывается. Когда враг подозревает о вашем присутствии, из-за шума появится ночёк волны. Мне немножко... Да-да, правильно. Правильно. Спасибо, что дверь открыл. Благодарю. Надо было его добить. Я не знал, что можно без стелса добить врага. Но, оказывается, можно. Ладно, переделаем ноги. Где-то моя лестница. О, там что-то лежит, кстати. Ребята, вы там за мной идёте, нет? Ну, значок, я так понимаю, означает, что нас ищут. Ну, блин, забавно. Блин, надо было... О, выполз через дверь. Точнее, все за окно. И вполз, и выполз, и вполз. Хотя, с другой стороны, мы бы, наверное, пока добивали, его бы погрызли. О. Ребят, поднимайтесь. Мы вас ждём. Ну, вот, правда, спина ждём пока что. Блин, ну вот тут нормально даже не взглянуть, блин. Вот сделали камеру идти, типа. Блин, нет. Ну вот, да. Просто на ножах с ними как-то неохота сражаться Когда-то тогда это была плохая затея Сейчас скорее всего так же Интересно, это тот, который здесь прошел или тот, который туда усвистал? А, больше нельзя, а жаль Серьезно, он не может здесь вот пройти? Так, хорошо Плохо Плохо Давай, на выход Не-не-не, вылазь, вылазь, вылазь Понятно Да, парень, ты, конечно, молодец Не, серьезно, я даже не знаю, что об этом поводу сказать Просто пока что все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому